Доброе утро, уважаемые зрители! Сегодня я вам вчера показывал схему БГТ Победы. Сегодня произвел опыты. Сейчас это покажу. Значит так. Как вы вчера видели на схеме, БГТ Победы у меня была здесь и Анистр. Вот здесь. Но провел опыт с АКБ. Значит, с батареей АКБ было подано на инвертор питания. Инвертор переоборудовал питание в 220 вольт переменного напряжения и подал на выпрямитель. Значит, переоборудовал это напряжение на 50 вольт постоянного тока и подал на мотор, который произвел вращение системы. Дальше. Через вал. Вот этот. Вращение передалось на генератор. Который тоже сделал с мотора. Остыкованный. И выход с генератора значит. Плюс и минус. Постоянный ток. Выход. Передалось. Здесь было 100 вольт где-то. 100 вольт. Передалось на выпрямитель мощностью 50 ватт. А тут напрямую на АКБ. То есть в Победе вчера я была, значит. Предлагала инвертор. Но передалось на АКБ. На АКБ. Что произошло? Напряжение на батарею было 12,2 вольта. После прогона в течении часа напряжение осталось 12,2 вольта. То есть система сейчас работает в режиме постоянного двигателя. Но это меня не устраивает. Поэтому значит надо будет выпрямитель. У меня был на 200. Он не даёт такого тока. То есть как-то там с постоянного. Сейчас уже тупо не зайка будет. Там нужно подать здесь 150 вольт. На выход. Здесь 100 будет больше. Где-то 300. 150 подадим сюда. И 150 тогда попробуем, значит. На это. На потребителя. Если будут потери, значит будем всё-таки применять. Гаянистром. А с АКБ. Ну что получается. АКБ всасывает, как я говорил, не полностью. По идее. По идее. Если на него подать больше. Не факт, что он всосёт это всё. Но попробуем. И тогда будет. Ну пока система, как бы говорится. Эти опыты показали, что система просто как двигатель. Без этого тупо работает. А мне нужно, чтобы генератор. То есть немножко переоборудовать. На этом всё я не заканчиваю. До следующей встречи в эфире.